140 доз синтетического наркотика. Мефедрон изъяли у двух жительниц Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. На улице Пригородная правоохранители остановили автомобиль с двумя молодыми девушками. На требования предъявить документы водитель повела себя подозрительно. При досмотре в салоне машины полицейские обнаружили полимерные свертки с порошкообразным содержанием белого цвета. В багажном отделении были найдены зип-пакеты и скотч для расфасовки. Сотрудники ФСБ задержали четверых сотрудников ППС за подкинутое дело о наркотиках. Установлено, что они причастны к фальсификации материалов уголовного дела в отношении жительницы Махачкалы. В частности, они угрожали потерпевшей применить насилие и привлечь к уголовной ответственности за хранение наркотического средства «Мефедрон». В случае ее отказа признать незаконное хранение другого наркотика «Каннабис». Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств превышения полномочий и незаконном обороте наркотиков. Трое из подозреваемых заключены под стражу на два месяца. За два месяца приставы Дагестана наложили аресты на 90 машин. С начала 2022 года республиканские приставы наложили аресты на имущество должников, в том числе и на 90 автотранспортных средств. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они усиливают взаимодействие с органами дорожной инспекции и проводят повсеместные рейды. За два месяца уже проведено более 130 таких рейдов, в рамках которых взыскано свыше 15 миллионов рублей. Экс-главу Цунтинского района Шамиля Магомедова приговорили к семи годам условно за взятку. Следствие считало, что Магомедов, будучи главой района, требовал от коммерческих организаций, проводящих ремонтные работы в муниципальных школах, откат в размере 1 250 000 рублей. Магомедов был задержан при получении взятки.